Комментарии, много желаний одной и второй команды. Чуть меньше содержания с точки зрения игры в понимании того, что мяч все-таки должны двигать более-менее правильно. Меньше должен быть единоборств с точки зрения, что их нужно стараться избегать. Получилось, что искрометный футбол, много продольных передач, много единоборств, много желаний и страсти. Но, к сожалению, не всегда холодной головы и качественное содержание. Поэтому, наверное, ничего закономерного. – Спасибо. Коллеги, вопрос представляете? – Да, вопрос. Почему Шуманский вышел не в старте? – Ну, потому что молодой футболист, на него и так свалилось очень большое количество, не то чтобы давления, но такой, скажем, славы. То есть, такие вещи нужно, во-первых, контролировать, во-вторых, его просто в какой-то степени нужно поберечь. Ну и плюс, это же момент еще ротации с точки зрения игры. То есть, он мог выйти, усилить игру за счет того, что, в принципе, он выглядел в двух предыдущих играх неплохо. Поэтому, как возможный вариант усиления командной игры. – И результат справедливый? – Наверное, да. Мне сейчас, наверное, эмоций много, поэтому, возможно, я где-то могу чем-то погорячиться. Но у нас были моменты, если еще были моменты такие максимально близкие. Наверное, закономеренно справедливо. – Первый вопрос, это для Протбок.бай. – Влад Петрович, вы приняли команду, кто находился в не лучшем состоянии, четыре игры с побед. Вот сегодня тоже ничья. Что нужно сделать, чтобы как-то улучшить результат команды? – Работать дальше, тренироваться, стараться по максимуму исправлять, улучшать содержание игры, улучшать качество на всех уровнях – тактических, технических, физических. То есть, здесь, по сути, ничего не меняется. Поэтому, даже если бы команда выглядела идеально, то все равно приходилось бы это делать. План здесь прост. – Сегодняшний результат оставляет вас в гонке на медаль? – Да, думаю, что да. – Хорошо. – Начало игры. Центральный матч тура 15 на 0 четверг. На задвор конференческого интереса не видно оставаться? – Ну, это действительность. Поэтому, если так получилось, что ассоциация решила, то, что матч будет полезен в это время, ну, значит, такому будет. То есть, здесь тяжело что-то комментировать. Вот. Тем более, я так понимаю, это же тур поставили в рак того, что все остальное там немножко стали двигать. То есть, ну, в любом случае, в какой-то день бы это все пострадало. Да и, наверное, когда ставили этот матч, никто не думал о том, что, может, это будет центральный матч. Как-то так. – Вы заменили бессмертного Нарешкевича, вернули его в ампула, которому играл Динамо Леси? – Ну, Ярика давно знаю. Когда ты в юношеской сборной, я работал с ним и, в принципе, его в руки увидел. По сути, вообще большую часть своей, скажем, футбольной истории он был крайним полузащитником, крайним нападающим. Когда понял о том, что, возможно, нам понадобится чуть больше давление вверху. Этот футболист, который обладает очень хорошими скоростными данными. Плюс он сам по себе крепок. Установка была сделана на то, что я понимал, что чем дальше, тем мы все больше и больше будем прощать игру. И, соответственно, подумал о том, что посвежить верхушку было бы неплохо.